доброго дня приветствую всех присоединяемся всем добрый вечер у большинства наверное вечер здравствуйте здравствуйте рада видеть рада вас видеть спасибо что пришли на эту первую лекцию нашего курса пока собираемся я расскажу о том как будет все проходить некоторую организационную информацию хорошо ли слышно все ли в порядке видео аудио все хорошо немножечко задержка идет поэтому я жду от вас ответы сегодняшний эфир будет выложен в записи как мы уже делали рассылку участникам курса будет записи в обоих каналах курса и фейсбуке и в телеграм канале все отлично спасибо спасибо за обратную связь значит смотрите как мы сегодня построим нашу встречу я сейчас дам организационную информацию перед этим я отключу комментарии чтобы они не отвлекали ни вас ни меня потом будет сама лекция первая водная об аюрведе и ее связи с интегративной медициной приведу некоторые примеры расскажу основные понятия дам канву всему нашему курсу чтобы было ясно как мы будем двигаться и где могут быть точки вашего интереса где будут точки практического приложения и после этого скорее всего вот эта вся информация у нас займет первый час после этого мы переподключимся потому что часовые эфиры да есть ограничения у нас и после подключения если что-то еще будет я закончила потом включу комментарии и отвечу на вопросы которые будут у вас если они появятся то отвечаю на вопросы я рассчитываю так что максимум два часа сегодня мы побудем до вместе потому что я понимаю что вечер и у всех есть дела записи это будет доступна лекция растягивать больше двух часов точно не будем возможно и быстрее уложимся все зависит от того сколько будет вопросов так ну что значит я тогда все хорошо слышно видно приветствую всех еще раз и отключая комментарии и начинаем начинаем наше наше занятие нашу лекцию до эфир сохранится итак приветствую всех на на нашем курсе с началом нашего курса аюрведа и интегративная медицина я очень хочу чтобы этот курс в первую очередь был для вас полезен и после его окончания даже после окончания первого месяца у вас появилось больше ясности больше понимания больше осознанности в тех вопросах которые до этого либо вы на них не обращали внимание либо они в принципе казались тяжелыми и сложными лежали в другой сфере не связанные с вашей сферой деятельностью я хочу чтобы эти вопросы относительно здоровья начали для вас проясняться и буду всячески с помощью обратной связи с помощью разбора ситуации как я говорила на примерах участников курса буду стараться чтобы вот максимально жизненно этот курс был приближен к нашей действительности к нашим собственным потребностям и буду стараться с обратной связью давать вам максимальная скажем тогда уровень качества информации для того чтобы у вас было было удовлетворение от того что вы пришли на учебу и захотели узнать для себя новые знания сегодня мы поговорим с вами об аюрведе откуда она пришла и как сегодня мы можем интегрировать нашу жизнь на некоторых примерах я вам это покажу но прежде чем говорить уже на наши темы до нашей лекции я хочу сказать некоторые замечания по поводу организационных моментов во первых есть беспокойство курс будет аналогично ли выложены фейсбуке и в телеграм канале да все будет аналогично плюсы для тех у кого есть телеграм на телефоне плюсы в том что помимо канала с информацией будет еще канал он не будет он уже есть создан для общения участников курса где можно будет обсуждать абсолютно на разные вопросы и делиться своими не своим мнением какими-то находками когда какие-то препараты можно будет там обсуждать то есть это плюс телеграма в том что есть чат плюс фейсбука в том что там есть такая возможность во-первых все последующие эфиры будут проводиться они также будут в прямом эфире все последующие лекции проходить и проводиться они будут фейсбуке не в инстаграм фейсбуке в закрытом профиле там будет проходить у нас проходить у нас с вами будут все эфиры и они моментально от оказываются выложены в записи в фейсбуке же в этой группе это очень удобно запись сохраняется и дальше мы ее дублируем в телеграм-канал то есть плюс фейсбука будет только в том что будет возможность присутствовать на прямом эфире и второй момент у фейсбука какой плюс те практические задания которые я буду выкладывать само задание будет выкладываться и в телеграме и фейсбуке но фейсбуке есть возможность будет выложено это задание в виде публикации и под этой публикации каждый кто хочет на добровольной конечно основе у кого есть время у кого и желание каждый будет выкладывать свое видение решения данной задачи и вы сможете видеть мнение других участников и оставлять собственное мнение это тоже конечно очень удобно и на фейсбуке как на платформе такой более широкой чем телеграм-канал там есть такая опция и мы будем ее использовать телеграм конечно хорош тем что он всегда под рукой на телефоне то есть здесь можно сразу видеть все обновления можно включить видео послушать как аудиозапись в дороге и так далее то есть здесь на ваш выбор как вам удобнее конечно же все участие она добровольная и вы можете принимать участие в курсе ровно настолько насколько вам позволяет время насколько вы хотите погрузиться в эту тему соответственно здесь вопрос только в том как вы можете себе позволить или как вы хотите принимать участие будете ли вы давать давать практические ответы будете ли вы сами выступать моделью на этих практических занятиях это тоже естественно добровольно будут где-то требоваться какие-то анализы где-то потребоваться будет предоставить фотографии кто будет хотеть чтобы он был моделью мы будем его разбирать в разных лекциях каждый раз мы будем разных людей выбирать и соответственно по желанию вы можете будете подавать заявки быть моделью каждая лекция будет проходить в это же время по воскресеньям каждый месяц будет по четыре лекции и далее во вторник будет выкладываться информация текстовая дополнительная по теме этой лекции на фейсбуке запись будет появляться сразу же вечер воскресенья в инстаграма в зависимости от технических возможностей либо вечер воскресенье либо в понедельник утром она у вас уже будет выложена в инстаграм нет не в инстаграме извините в телеграм и полностью дублирование будет во вторник одновременно и в телеграм и в фейсбуке будет выкладываться информация в текстовом виде и даваться задание сразу в виде публикации в Фейсбуке. И задание также дублироваться будет в Телеграм. И начиная со вторника можно будет уже выкладывать свои решения, соответственно, как вы видите решение данной задачи. В пятницу в группах в обоих и в Телеграм и в Фейсбуке будет вывешиваться специальная форма, в которой можно будет задать вопросы по предыдущей лекции, что было непонятно или какие-то свои мысли, замечания, что-то, с чем хочется со мной поделиться. Это можно будет все выложить в специальной форме в пятницу. В течение пятницы, то есть до пятницы вы собираете вопросы, в пятницу вы вопросы выкладываете в течение суток, с утра пятницы до утра субботы, так как у нас разные абсолютно здесь регионы есть и временные, да, разница временная у нас достаточно широкая. И в субботу я читаю все ответы на задачу, я просматриваю все вопросы и в субботу вечером я для вас записываю аудио-ответы на вопросы. И выкладываю эту запись с ответами на вопросы, выкладываем в обе группы и в Телеграм и в Фейсбук. И в воскресенье следующая лекция. Если будет вопросов много, то тогда, скорее всего, мы сделаем разделение. В субботу будут именно ответы на вопросы в аудио формате. А в воскресенье тогда перед основной лекцией, то есть также мы будем начинать в 8 по Москве вечера, в воскресенье. Сначала я буду длить внимание тогда разбору задачи. Если было вопросов много, то мы переносим разбор тогда на воскресенье. И потом идет информация по следующей теме. Мы специально ограничили возможность оставлять комментарии в Фейсбуке и в Телеграм, в каналах именно курса, для того, чтобы не получалось перенасыщение какими-то техническими вопросами и так далее. Потому что потом, как показывает практика, самим же участникам очень неудобно становится искать основную информацию. Хочется, чтобы у вас была четкая структура. Вы могли в любой момент вернуться к любой лекции, к любой текстовой информации, к любой таблице, чтобы вы всегда могли обратиться к нужному источнику. А потом не копаться во всех этих комментариях куча тем и разных сообщений. Поэтому мы ограничили эту возможность оставлять комментарии. Специально будет в воскресенье, специально будет в пятницу вот эта форма публиковаться, где можно будет все вопросы записать. И отдельно файлом я на них отвечаю в субботу. Так удобнее всего будет, так все будет структурировано и четко. Но всякие мелкие вопросы, какие возникают по ходу учебы, и чтобы была обратная связь у вас не только со мной, но и друг с другом, то вот сделаем вот этот чат в Телеграм, где можно будет общаться. А для того, чтобы вы увидели, как мыслят другие ученики, это всегда очень помогает и мотивирует, и наводит на какие-то собственные идеи, когда ты видишь, как мыслит другой человек, и ты находишь какие-то зерна для себя в его размышлениях. Вот для этого в Фейсбуке как раз будут вот эти вот посты с разбором задач, чтобы вы видели, как другие мыслят, и там уже можно будет обсуждать именно задачу. Мы будем там удалять все какие-то сторонние комментарии, чтобы они не мешали, то есть именно будет по теме, по разбору задачи. И вот это, конечно, позволит нам двигаться чуть-чуть, быстрее и возвращаться быстро, потому что время – это дорогой ресурс, и не хочется, чтобы вы его тратили потом, допустим, через полгода на разбор того, что было до этого. Вот таким образом будет выстроена наша с вами работа. Есть еще один момент, который мне попросила озвучить моя помощница Алена. У некоторых не указан электронный адрес. Пожалуйста, если вы его не указывали, пришлите его, пожалуйста, Алене, чтобы у нас информация какая-то, если важная, от нас исходит, чтобы мы ее могли продублировать вам и в Телеграме, и в Фейсбуке, и на мейл, так как бывает, что человек где-то в одном месте только смотрит. Вот для этого нужны, конечно, мейлы. И некоторые из вас предоставили мейлы с какими-то ошибками, и поэтому не все письма ушли. Тоже проверьте, пожалуйста, что вы правильно написали мейл. То есть там, допустим, mail.ru, а человек написал mail.ri, например. И вот из-за такой ошибки сложно найти. Не всех смогли мы добавить в Телеграм, потому что стоят особые условия приватности у некоторых людей. Поэтому, пожалуйста, тоже измените, если есть такая проблема, вы давали номер, а вас в Телеграм не добавили, или вы сами не смогли пройти по ссылке, то, пожалуйста, проверьте у себя, какая стоит приватность для того, чтобы попасть туда в Телеграм. То есть есть тоже такие особенности. Ну вот, пожалуй, и я больше не буду останавливаться на организационных моментах. Если возникают технические вопросы, если возникают какие-то проблемы с тем, как установить Телеграм или Фейсбук, или где-то что-то не проходит регистрация и так далее, что-то вы не видите, пропускаете, для этого выложены в обоих каналах контакты Алены. К ней можно напрямую обратиться с этими вопросами, потому что если обращаться ко мне с техническими вопросами, то я все равно буду их адресовать Алене. И быстрее вам будет это сделать, напрямую обратившись к ней. И она максимально открыта и поможет в решении всех трудностей, что касается технического плана. Ну, вот, пожалуй, да, пожалуй, все, что мы хотели сказать перед началом. Еще раз всех приветствую, кто только что подключился. У нас получается очень уникальная группа. И курс своеобразный, да, он сочетает в себе две дисциплины. И группа у нас собралась очень интересная. Здесь получается так, что пришли и люди, которые знакомы с Юрведой, и достаточно давно уже по этим принципам практикуют. Пришли люди, которые работают в интегративной медицине и хорошо ориентируются в вопросах именно натуропатии, интегративной медицины, функциональной медицины, антиэнджинга в медицине, ну, по-разному, да, это все называют. Но, по сути, вот, да, современный срез такой, да. Есть люди, классические врачи, которые не знакомы ни с одним из этих направлений, но имеют большой опыт в работе с пациентами, вот, как говорится, да, прямо первая линия фронта, пришедшие из классической медицины, вызывающие уважение благодаря тому количеству пациентов, которые через них прошли. И опыт, например, клинической оценки, хотя бы таких, казалось бы, обычных вещей, да, вот, как биохимия, там, или общий анализ крови, анализ мочи, анализ кала, но они имеют просто колоссальный, наработанный опыт. Есть пациенты, которые пришли вместе со своими специалистами. Есть люди, которые интересуются, имеют совсем другое образование, да, из другой области, но при этом интересуются темой, вот, здоровья и хотят для себя, для своей семьи, для того, чтобы в детях уже воспитать к совершеннолетию, к взрослому возрасту вот этот вот осознанный подход и связь, чтобы дети тоже видели в организме всех систем. Ну, то есть у нас такая интересная, конечно, получается, разнообразная группа, и это меня очень вдохновляет, и я очень надеюсь, что каждый, являясь специалистом своей области, принесет и определенные тоже полезные какие-то комментарии, полезные мысли, глубокие какие-то идеи, которые можно будет в нашу структуру включить, и чтобы этот обмен опытом, который может у нас случиться, и я надеюсь, что он произойдет в том же чате и в фейсбуке при решении каких-то наших практических вопросов, то я надеюсь, что этот взаимный опыт обогатит всех и будет полезен для всех. Ну, самое главное, я считаю, конечно, то, что пришли на этот курс 100% осознанные люди, потому что одно дело прямые эфиры, когда можно слушать края муха, и в принципе ни к чему это не обязывает. Но у нас с вами, те, кто пришли на курс, уже произошел обмен энергии первоначальный, и эта вот завязка первоначальная, она очень многое значит, лично для меня. Я готова отдавать свои знания, отдавать опыт, отдавать информацию, время, внимание свое, и вы выразили тоже, инициативу проявили, выразили доверие, и сейчас, пока вы вложились материально, вы заплатили за первый месяц, за полгода, кто-то за год, то есть вы оплатили учебу, но вы вложились уже энергией своей, этими заработанными деньгами, и в дальнейшем вы выявили, проявили свое желание также вкладываться сюда интеллектуально, свое время вкладывать. То есть это уже осознанный шаг и с моей, и с вашей стороны. И то, что пришли люди, целенаправленно интересующиеся этой темой, соединение, симбиозы аюрведы и современных направлений медицины, это, конечно, для меня очень многое значит, и вдохновляет, и хочется с максимальной отдачей с вами работать. Спасибо вам за это, и надеюсь, что вам все будет очень полезно и понравится, и участие в группах, и подача информации. Итак, когда вот я собирала только группу, и ко мне были обращения, были несколько вопросов интересных. И вот хотела бы я с их обсуждения начать сегодняшнюю нашу лекцию. Меня спрашивали, как же может аюрведа и концепция аюрведы быть использована в сегодняшнем мире? Как, в принципе, вообще мы можем взять древние знания и сегодня применить их к нашей действительности? Имеем ли мы право, да, так же выражали сомнения, ведь аюрведы это все-таки философия, это все-таки концепция древняя, которая построена на ведических знаниях, на взгляде определенном в целом на устройство мира. Есть философская подоплека под всей этой наукой, аюрведой. Она построена на знании санскрита, и, соответственно, тоже были вопросы, будет ли изучение санскрита, будет ли изучение философских вопросов мира устройства, какие-то даже психологические определенные аспекты. То есть вот были такие интересные встречные вопросы. Так вот, что я хочу сказать. В аюрведе есть принцип, который называется Деша Кала Патра. Это значит время, место, обстоятельства. Мы должны, рассматривая аюрведу, опираться в первую очередь на те возможности нашей эпохи, где мы живем, учитывать те возможности по препаратам, которые сегодня открыты, которые сегодня созданы, учитывать возможности диагностики. Аюрведа в этом принципе изначально заложила мысль, что нам важно знать, как мы будем использовать в виде инструментов современные препараты, современные методики, но нам важно знать концепцию, в рамках которой мы будем их применять. И это не просто рекомендация, всегда используя методы аюрведы, взгляды аюрведы, концепцию аюрведы, обращать внимание на место, время и обстоятельства, где мы это используем. Это не рекомендация, а это правило. Это установка. Это очень важная догма, которая есть в аюрведе. Мы не можем, грубо говоря, есть рекомендации чистить зубы определенными палочками определенного дерева. Но это не значит, что мы, изучая аюрведу, должны теперь с ног сбиться и в Москве найти, или в Тюмени, да, или, я не знаю, там вот я в Черногории, мы должны вот обязательно найти именно эти палочки этого дерева, иначе эффект будет не тот. Вот это уже фанатичное исследование, буквальное исследование. А когда мы говорим об истинной аюрведе, речь идет о том, чтобы взглянуть вглубь и взять концепцию, взять принципы, понять, когда ты понимаешь принцип, я все время об этом говорю, когда ты понимаешь принцип, на чем построена данная рекомендация, то ты всегда можешь взять подходящий инструмент в твоем окружении. Но я согласна с адептами аюрведы, которые держат концентрацию на классическом подходе и не приемлят использование никаких других средств, кроме как описанных в классических трудах, ну вот письменные тексты дошли им порядка 1800 лет. Если каждый, не понимая до конца сути, не понимая самой концепции аюрведического подхода, начнет легко и фривольно обращаться с аюрведическими постулатами и использовать препараты, не понимая сути, то, конечно, меняя концепцию под себя и переписывая, получается, по сути, древние трактаты под свое понимание, под свои сиюминутные задачи, то, конечно, это учение будет потеряно, оно не сохранится. И поэтому нужны, как всегда, нужен плюс и минус, иначе батарейка работать не будет. Нужна в семье и женщина нужна, и мужчина, иначе не будет будущего ни у мужчины, ни у женщины, и не будет продолжения ни одного, ни другого, не будет продолжения рода. Так вот, также и здесь нужны представители обоих направлений, и те, которые держат догму консервативный и удерживают аюрведический подход, вот классический, как он дан в первоисточниках, ничего не меняя. Но также важен и другой полюс, который, разбираясь в этих концепциях, разбираясь в этих законах, описанных в классических источниках, и, принимая их за основу, не меняя сами законы, принимая их за основу, использует принцип аюрведы обстоятельства места и времени и встраивает ее в современность из года в год, из десятилетия в десятилетие, из эпохи в эпоху. И так она не остается мертвой наукой, как сейчас, да, к сожалению, например, латынь или санскрит, это языки, которые, по сути, мертвые языки, но люди, которыми занимаются, они их держат на плаву. Так вот, и с аюрведой так же, чтобы она не осталась в прошлом, она должна идти в ногу со временем. И вот эта мудрость, лежащая в самой аюрведе, она и дает ей возможность, она и позволяет развивать сегодня аюрведу, делать ее актуальной, делать ее на острие современных возможностей, потому что человек по своему устройству, законы, по которым работают наши клетки, биохимия, биофизика наша, как бы не менялись эпохи, это все работает по прежним законам. А инструменты, да, мы можем выбирать разные. Это как сила тяжести, она действует и на древние какие-то, да, там, дубинки, которые падали, если их уронить, и на современные смартфоны. Так же действует сила тяжести одинаково, чтобы мы не уронили. Так же и здесь есть законы, по которым работает наше тело, по которым реагирует наш организм на внешние изменения, на внутренние изменения. И вот, зная эти законы, мы понимаем, чем мы можем в современном мире повлиять на вот эти взаимосвязи. Поэтому я хочу, да, вот, подчеркнуть, что вот этот вот аюрведический принцип, он дает зеленый свет именно для того, чтобы она, эта наука, развивалась и была актуальной, не осталась в прошлом. И еще были вопросы, да, вот такие интересные. Если говорить о современной интегративной медицине, то, по сути, можем ли мы сказать, что аюрведа, она полностью отвечает задачам современной интегративной медицины? Да, конечно. Почему? А потому что в основе и одного направления, и второго направления лежит холистический подход, то есть это комплексный подход к организму человека. И мы здесь аюрведу можем строить в интегративную медицину вот просто великолепно. И более того, современные исследования в интегративной медицине и клинические, и лабораторные нередко обращаются к препаратам аюрведы и исследуя их, показав определенные действия, наличие определенных свойств, они используют в интегративной медицине эти препараты, делая из них экстракты, вытяжки определенные, какие-то многокомпонентные формулы, где используются препараты, средства аюрведы. Ну, пример я нередко привожу, например, куркума, из которой получили вытяжку куркумина, и сейчас в интегративной медицине каждый специалист, врач интегративной медицины, нутрициологи, диетологи, прекрасно знают о свойствах куркумина, как вещества из куркумы, и используют успешно в своей практике. То же самое берберин, та же самая трипхала, та же самая амла, шваганха, ну, шатаварин меньше намного, про перец очень многие знают и используют эти экстракты из перца тоже для различных препаратов современных. То есть вот эта вот интеграция, она уже идет, и я уверена, что в дальнейшем эта интеграция будет только усиливаться. Поэтому то, что мы будем сейчас, то, чем я буду с вами делиться, то, что сейчас будет создаваться на этом курсе и интегрироваться в вашу практику, я считаю, что, конечно, за этим будущее. Потому что персонифицированный подход, индивидуальный подход к человеку, это единственное, что в будущем сможет дать врач-человек. Так как все остальное, все стандартное, все, что можно хоть как-то более-менее дать в типовом варианте, в шаблонном, конечно же, это будет заменено программами, какими-то сервисами определенными, приложениями. Сейчас уже нам презентуют. Я думаю, что это произойдет буквально в течение максимум 5 лет. И уже не нужно будет идти на прием к врачу в поликлинику. Тебе расшифруют анализ приложения. Причем еще и лучше, чем врач, потому что не упустит ничего. Человеческий фактор будет исключен. Там, где есть какие-то типовые вещи, то, конечно же, исключение человеческого фактора, устал специалист, нет у него настроения или не знает какую-то информацию, то это все, конечно, искусственный интеллект, какие-то приложения наши, они это будут решать намного эффективнее, естественно. И это будет проще и дешевле. Но полностью оценить потребности каждого человека с учетом его психоэмоционального состояния, с учетом его образа жизни, статуса жизненного, напряжения на работе эмоционального, количество человек в семье, климат, в котором он проживает, с учетом его режима дня и так далее. Вот эти все нюансы, конечно, можно будет заполнять километровые анкеты, где это все можно будет учитывать. И все равно такого комплексного подхода, как сможет дать специалист, интегративщик, который сквозно смотрит на человека и рассматривает именно как единую систему, я думаю, конечно, к этому очень не скоро. Если и придет какая-то, да, компьютерная технология, то я думаю, конечно, очень не скоро. И, конечно же, такие специалисты будут на вес золота, поэтому то, что мы развиваемся в этом направлении, это шаги, шаги к завтра, к будущему. И среди слушателей есть начинающие, также нутрициологи. Я на разных площадках читаю курсы по юрведе, они встроены как отдельные дисциплины в какие-то большие учебные проекты. Ну, обычно я там даю знакомство с юрведой достаточно подробно, но при этом не касаясь интегративной медицины, просят меня, допустим, святить именно, допустим, только юрведу. И приходят оттуда начинающие нутрициологи, которые вот сейчас на своем пути. И, конечно, у них впереди огромные перспективы. И здесь вопрос только в том, чтобы уделять время и учиться информацию синтезировать для себя, создавать свои системы, в которых ложатся разные блоки из разных дисциплин. По поводу санскрита. Я, когда размышляла, как лучше подать информацию, чтобы максимально вы быстро могли взять для себя основные принципы, я приняла решение, что санскрит, как таковой, конечно же, нет смысла давать сейчас вот на этом курсе и погружаться вот в термины, в названия, очень сильно закапываться. То есть я вам дам, конечно, основные, то, что нам нужно будет, да, в ходе лекций. Я буду давать определенные понятия, расшифровывать их для того, чтобы вы, когда будете читать литературу по аюрведе, для вас были знакомы эти понятия, и самое главное, вы понимали суть, которая скрывается за этими словами. Но делать ставку на санскрит и делать базу курса, так как, допустим, обучали бы, например, на классическом курсе аюрведы аюрведы в Индии, где нужно было бы учиться в течение пяти-семи лет, то, конечно, здесь другая задача. Поэтому я максимально сделаю информацию для вас полезной и понятной. Но вы будете знать основные понятия. И более того, для тех, кто захочет все-таки глубже погрузиться, то есть это же, естественно, это добровольное участие, и добровольные вы сами определяете, как осознанные люди, тот уровень погружения, на который вы хотите опуститься, глубже взяв информацию. Соответственно, факультативно у вас будет такая возможность. Я буду давать определенные, опираться на определенные источники, давать эту информацию в текстовых блоках, которые будут приходить после лекции. И сделаю я это следующим образом. Будет выложен какой-то, ну, консистенция, скажем так, самое основное, о чем была эта лекция, самое главное, на что нужно обратить внимание, будет выложено текстовым блоком. Если это будет выдержка из какой-то специализированной литературы, значит, будет дано название этой книги, да, или этого ресурса, и куда можно обратиться, вы сможете скачать эту книгу, допустим, или купить, или пройти по данной ссылке, и дальше вы, если захотите, вот прочитав этот кусок, который желательно знать, да, вот на нашем курсе, на который я буду ссылаться дальше, но если вы захотите, что-то вас зацепит в этом, да, и захотите погрузиться глубже, я буду рада, и я буду приветствовать, конечно, если у вас будет такая возможность и желание, и вы тогда сможете пройти по данной ссылке, и углубиться в изучение информации, ну, вот как вы увидели, да, вершину айсберга, вы можете нырнуть и изучить, а какой же он там дальше, то, что мы не видим. Поэтому я вот буду давать такую возможность, чтобы и у людей, которые хотят глубже изучить что-то, была возможность разобраться в теме настолько подробно, сколько вы хотите, можно будет дальше спрашивать какие-то подобную еще литературу, я всегда могу дать ее, или кто-то из участников может советовать какие-то тоже источники, я буду очень рада, если вы будете открыты и тоже будете друг с другом делиться вот этой информацией. Но те, у кого нет такого желания или нет сейчас такого времени, они, по крайней мере, смогут у них сохраняться вот эта, сохранится эта вся информация, сохранятся источники, которые, я считаю, что они интересны, и появится, если время, то они всегда тоже смогут вернуться к этой информации. Теперь по поводу источников. Я для вас буду подбирать определенные блоки текстовые, на которые можно опереться, которые уже прошли авторитетные, которые прошли уже проверку практикой, не только мою, аюрведические, это у специалистов аюрведы, также есть те источники, на которые полагаются специалисты интегративной медицины. И, соответственно, чтобы у вас такой, как строился дом. То есть вот есть, например, да, вы хотите построить дом, и вы выбрали лучшие кирпичи, лучший цемент, лучшую черепицу для крыши, лучшие профили для окон там и так далее. Но, если не знать, как из этого правильно, надежно построить, как это все сложить и создать из этого дом, то, соответственно, это все может так и в груди кануть в лето. Хотя само по себе, по отдельности каждый материал, он уникален. И я вот нередко встречаю такую ситуацию, вот за время ведения соцсетей обращаются ко мне различные специалисты, ну, как-то у нас диалоги завязываются, и бывает, что нету возможности встроить в систему прекрасные знания. То есть, да, слушай, ты вот это вот говорила, я видела у тебя сториз, тоже слышала, что это так работает, но, а почему, а как это встроить вот сюда, а вот так, вот это как сделать. То есть, вот эти вот куски некоторые, они не встроены в общую систему. И поэтому я вот такие вот важные труды для вас буду их выдавать, на них ссылаться, мы их будем разбирать, какие-то блоки, так и потом встраивать это в общую систему. То есть, здесь еще самая важная задача, сейчас в интернете информации огромное количество, найти можно все. И на санскрите первоисточники отсканированные, и различные интегративные тоже труды, да, самые современные, ну, они обычно на английском языке. То есть, сейчас найти можно все, но как это начать применять в жизни, как это все, из этого выбрать самое рабочее, вот это, я считаю, очень важная задача. Отсеять, отсеять только то, и выбрать только то, что работает. Потому что, чаще всего сейчас проблема не в том, что, да, дефицит информации, а в том, что мы не знаем, сталкиваясь с какой-то проблемой, у нас столько в голове этой информации, что мы не знаем, что же выбрать, что же будет наиболее эффективным, что же будет наиболее оптимальным. Так вот, я считаю, что моя задача помочь вот это вот связать в единую систему. Так как это связывала все эти годы я для себя, и вижу эти связи, как у разных специалистов перекликаются между собой, ну, больше 20 лет я в этой теме одновременно нахожусь и в биохимии, и в биофизике, и в аюрведе, ну, вот, в последние 10 лет, да, интегративная медицина, так называемая, ну, по сути, она вот, да, вышла, так, из классической медицины, как ответвление. И вот это вот все одновременно изучая и для себя компилируя, есть уже определенные наработки. Ну, так же, как каждый специалист, да, обычно каждый специалист, он в какую-то тему углубляется. Допустим, есть специалисты аюрведы, которые делают акцент на диетологию, и они увлечены именно диетологией, разрабатывают различные программы питания для каждой доши, и книги у них, соответственно, идут с акцентом, вроде бы про аюрведу, но с акцентом на диетологию. Есть специалисты, которые больше интересуются, например, диагностикой, и они углублены в эту тему, и у них прекрасные труды, да, по именно диагностике и по всем тонкостям вопросов диагностики, и так далее. То есть можно вот как раз таки выбирать такие жемчужины, и из них собирать целые. Ну, вот я считаю, что это, конечно, очень важно для нас, так как это позволяет быть гибкими, быть очень адаптивными, и самое главное, фанатично не следовать какому-то только, скажем так, какой-то только одной, одному выбранному направлению. Потому что чем больше у нас ассортимент инструментов, чем больше у нас этот разбег между возможностями различных, применения различных методик, препаратов, тем, конечно, шире наш взгляд на, в целом, на в целом, на человека, да, выше нашей возможности для того, чтобы помочь человеку или себе, да, если вы для себя применяете. Поэтому я прекрасно отношусь и к различным пептидным препаратам, которые сегодня, да, очень так они популярны. А в Аюрведе пептидные препараты описаны вот в первоисточниках, да, которым, как я говорила, около двух тысяч лет, уже описано было применение пептидных препаратов, по сути, то, что сейчас называется вытяжками, да, из органов животных, например, да, или очищенные какие-то есть вещи. Также используются, в Аюрведе использовались такие, например, подходы, ну, помимо диетологии, как различные препараты, сочетанные, например, животные препараты вместе с растительными препаратами, да, и при этом еще могло быть очень большое разведение, то есть, по сути, как гомеопатия. Сегодня тоже гомеопатия имеет своих последователей, и почему бы не использовать тоже этот инструмент. поэтому я вот хочу рассматривать разные варианты и давать информацию максимально широко. Так, еще один важный момент, которого я хотела бы коснуться, да, когда мы говорим об Аюрведе, Аю это жизнь, Веда это знание, познание, и говоря современным языком, Аюрведа это полная инструкция о том, как жить на планете Земля человеку. От самого, от задумки зачатия этого человека, от подготовки к зачатию этого человека, до через рождение, возрастление, старение, до смерти. И вот эта вот подробная инструкция, она учитывает не только тела, но еще и психоэмоциональную и энергетическую составляющую человека. Если вам будет интересно, я хочу, конечно, с вами держать обратную связь на курсе, ровно настолько, насколько вам будет интересно, мы будем погружаться и в эти направления. Я прекрасно понимаю, что база, основа, что хотелось бы, это, естественно, работа на уровне тела, как мы можем помочь при проявлении определенных симптомов на уровне тела. Но в Аюрведе это считается, по сути, скорой помощью, так как у любой проблемы, у любого заболевания есть причина. То есть есть в Аюрведе принцип, который говорит о том, что не все связано со всем и нет никаких случайных событий. У всех ситуаций, у всех болезней, у всех событий есть причина. И вот эта вот связка причина-следствие, то есть мы можем не знать, не видеть, не догадываться о причине, но эта связка причины и следствия, она всегда есть. И поэтому та часть психоэмоционального ответа, и более тонкая энергоинформационная часть, они, конечно, лежат в основе. Ну, классические варианты, даже о которых сейчас, да, мы можем судить, вот если даже окунуться в современную классическую медицину, прекрасно знаем, например, о синдроме хронической усталости. Ну, крайний вариант, да, это болезни Адисона. То есть мы прекрасно понимаем, что здесь уровень стресса у человека длительное время зашкаливал так, что он привел к истощению надпочечников и вот этот момент синдрома хронической усталости. Либо это были какие-то генетические проблемы, которые привели к недостаточной работе надпочечников или полностью они не выполняют свои функции, что выявляется естественно в раннем возрасте, да, это уже именно диагноз. Когда человек в течение жизни на стрессе пришел к истощению надпочечников, это не ставит как диагноз, да, это симптом так называемый, там, ну, комплекс, да, симптоматический. Так вот, мы прекрасно понимаем, что это психоэмоциональное состояние привело вот к этим последствиям. Начинаем мы лечить человека на органном уровне, применяя препараты, восстанавливающие надпочечники как орган, давая определенные кофакторы и так далее. Но при этом мы без поддержки, без коррекции психоэмоционального состояния человека, ну, самый простой вариант, когда начинают давать антидепрессанты, просто глушат его реакции, гиперреакции на окружающую действительность. Но, по сути, занимаются психокоррекцией, просто грубо, да, но иногда только так и можно человеку помочь. А дальше уже вытягивать его уже на более тонкими вещами. Так, в Юрведе тоже есть препараты, с помощью которых занимаются психокоррекцией и коррекцией концентрации, скажем так, равновесия нейромедиаторов между собой. Это тоже считается очень важной первоначальной задачей, помимо того, как мы оказываем скорую помощь, восстанавливаем на физическом уровне работу органов, работу систем, мы занимаемся психоэмоциональной коррекцией, сначала препаратами, а дальше уже меняя образ жизни. Как, да, вот сейчас это, ну, мне кажется, ленивый только не слышал, что если есть истощение надпочечников, если есть синдром хронической усталости, первое, что надо сделать, начать изменить образ жизни, начать ложиться спать вовремя. Все это слышали, все это знают и так далее. Но это и есть база, и это и есть уже влияние на гормональный фон и на баланс нейромедиаторов. Об этом Айурведа и говорит, что питание, образ жизни это база, и можно потратить огромное количество на препараты, делать инъекционные, да, различные, использовать инъекционные методики, вводить самые современные, пептидные и так далее, все, что сейчас на волне. Но как только мы это все от человека отключаем, проходит время, и он скатывается в такое же состояние. Поэтому мы будем уделять внимание не только скорой помощи, так скажем, на уровне тела, латать как можно и заниматься восстановлением кофакторов, но обязательно будем по юридической именно концепции уделять внимание вот этой базе. Еще один пример, классический, тоже из современной классической медицины, развитие гастритов, те же самые спазмы сфинктераодии, такие, причем уже классические спазмы, характерные для данного человека, которые в дальнейшем вызывают проблемы на уровне поджелудочной железы, на уровне желчного, потому что спазм не дают нормально секретироваться ферментом и желчным кислотом двенадцатиперстную кишку, то есть вот эти все моменты это тоже здесь мы говорим о психоэмоциональной базе подоплеки именно психоэмоциональной у таких заболеваний, ну или вариант бесплодия, к примеру, тоже достаточно достаточно много женщин имеют диагноз, скажем так, да, бесплодие, но при этом у них хороший цикл, регулярный, ровный, все в порядке, в гормональном плане, но не происходит зачатие, или происходит, но есть привычная невнашиваемость, то есть здесь тоже бывает, что нужно погрузиться глубже и если вроде бы внешне кажется, что все в порядке, даже не просто в пределах норм, но находится даже и в оптимальных значениях, то нередко как раз погружение на психоэмоциональный уровень и коррекция, пусть у гормонов будет все в порядке, но коррекция на уровне нейромедиаторов дает вот этот эффект. Поэтому в Аюрведе вот этот подход, холистический подход к организму, он очень важен, и мы будем тоже обязательно это с вами брать в основу. Как объясняется в Аюрведе, что сначала возникает проблема на энергоинформационном уровне, то есть сначала возникают какие-то мысли, которые если они проходящие, пришли и ушли, то они не оставляют след, но если человек циклится на этих мыслях, если он все время держит эти мысли в фокусе внимания или какие-то эмоции, например, эмоции страха, человек может себя держать в этой эмоции, или его окружение может держать в этих эмоциях, как, допустим, нередко бывает с детьми, например, родители сами того, не желая, не подозревая, могут держать ребенка в определенном состоянии ума, в определенном эмоциональном состоянии все время, хотя и любят ребенка, но вот они создают такую вот обстановку, или так складывается, они не задумываются, что так складывается обстановка вокруг ребенка, это дальше вызывает разбалансировку на уровне нейромедиаторов, сначала это идет, потом уже разбалансировка на гормональном уровне, дальше это проявляется уже на уровне физическом, мы с вами будем разбирать этапы формирования болезней, и будем подробно на примерах разбирать эти ситуации. Разбалансировка дальше идет в работе систем организма, между ними уже возникает несогласованные действия, и только потом мы видим это проявление на уже органном, на клеточном уровне, то есть пока проходит достаточно много времени, когда допустим сфинктер спазм сфинктера Оди становится привычным у человека на какую-то стрессовую ситуацию, у него становится он привычным на то, что, например, закричал на него начальник, или кто-то повысил голос, или он опоздал на электричку, ничего такого, ну неприятно, а у него возникает, например, этот спазм, или неврозжелудка, к примеру, такой диагноз сегодня он редко используется, но в старой школе он достаточно широко использовался, и по сути это вот как раз такие боли без проявления гастрита, но боли очень сильные в районе желудка, именно как реакция на стресс, то есть наработанная такая же реакция, сбой происходит в соотношении нейромедиаторов, в частности катахоламина, то есть вот эти вот вещи, они наблюдаются, мы от этого никуда не убежим, мы от этого никуда не скроемся, хотим мы это учитывать или нет, поэтому то решение этих вопросов, которые предлагает Аюрведа, через соблюдение определенных законов в течение дня, как организовать свой день правильно, как вести себя, в каждое время года, верно, какие признаки надо отслеживать, и они вам покажут, что вы себя неправильно ведете изо дня в день, вам кажется, что все хорошо, и человек считает, что у него и правильное питание, он не экономит, тратит деньги на правильное питание, занимается спортом, ограничил себя в использовании какой-либо химии, ничего не использует, то, что может вредить, не пьет из пластиковых бутылок, не заворачивает в фольгу, мясо, когда запекает в духовке, вообще старается меньше жарить, все такое легкое, отварное, на пару, ничего вредного нет в его жизни, но при этом почему-то преследует какие-то хронические заболевания, от которых невозможно никак избавиться. В чем дело? И вот этот вот подход аюрведы, когда есть четкое понимание, называется диначария, есть и тучария, то есть это четкие инструкции, как можно проводить день и как правильно себя вести в различные сезоны, как выстраивать питание для разных типов конституций, то есть там тоже нет единого для всех, вот это очень важно, почему я не могу допустим дать это за пару лекций и нормально, в принципе так и бывает часто, что можно найти информацию, очень много сейчас информации, где и за час все рассказано, но у вас не останется понимания, если вы не знакомы с этой темой, до этого были, у вас не останется понимания, что же, а как дальше это можно гибко изменить под другого человека, если вы поняли что-то для одного типа, а как под другого изменить, а если сильно меняются условия жизни, а он не может ложиться рано, как там говорилось, допустим, в 10 вечера должен быть человек спать, значит, уже все, не решите этот вопрос, поэтому нужно время для того, чтобы с примерами рассматривая с разных сторон, мы могли двигаться по этому пути, именно добиваться понимания, я не буду во время лекций зачитывать какие-то, если есть какие-то, допустим, качества, списки продуктов и так далее, то есть мы будем разбирать суть, мы будем разбирать принципы, это все уже будет вам, ну, чтобы мы просто не занимались тем, что я читаю то, что и вы и так у вас может быть перед глазами, все взрослые люди, все умеют читать и все это могут все сохранить и как к справочнику обращаться, моя задача, чтобы вы могли гибко использовать информацию из тех источников, да, которые вы сможете достать сами или которые получите от меня, и вот эта вот связь первопричины со следствием, это очень важный, конечно, момент, есть такие понятия в аюрведе, как пракрити и викрити, и сейчас я хочу подкоснуться этой темы, потому что это очень острая тема и многие никак не могут понять, к какой душ они относятся, сейчас я отключусь, на следующий эфир зайдем, и я продолжу, вот в этой теме хочу дать некоторые пояснения тоже, о чем, чтобы